Телесеть Здравствуйте! Это специальный видеоблог Телесеть про все самое важное Что выходит на малые Телевизионные экраны, затем сразу же попадает В сеть и нуждается в Немедленном просмотре Ну вот мы, кажется, и дождались самого яркого И главного сериала сезона 2014. Ник Сокращенное название больница Никер Бокер Стивена Содерберга При просмотре вызывает странные чувства И вопрос, как после этого вообще Можно снимать какие-то сериалы на современном ТВ, неважно, в Европе или в Америке Так удивительно все выглядит Да и вообще режиссерам, даже с именами И с регалями, которых часто призывают Снимать пилотные версии Больших сериалов, должны Здесь чувствовать очень неудобно на фоне Стивена Содерберга. Один влиятельный блогер Даже написал у себя в блоге, что им Следовало бы скинуться на киллера, чтобы Устранить такого яркого соперника Содерберг мало того, что снял все 10 эпизодов как режиссер сам Он еще и сделал это своими руками В качестве оператора, прикрывшись псевдонимом Питер Эндрюс Нью-Йорк начала века впервые на телевизионном экране Наверное, не только на телевизионном выглядит так, как во втором крестном отце Когда по заболоченным улицам Большого Яблока Неуверенной походкой шагал молодой Вито Королеоне Усатый Клайв Оуна играет здесь такого булгаковского доктора Хауса На кокаине, который с одной стороны гробит себя, а с другой стороны спасает всех Обездоленных, хромых, покалеченных сифилитиков и беременных Которые многочисленные из карета скорой помощи свозят в главную манхэттенскую больницу Никенбокера Сокращенно НИК Скорая помощь? Ясно Выезжаем! НИК, собственно, еще до выхода нарекли не то викторианским доктором Хаусом Не то ретро-версией скорой помощи И то, и другое справедливо Содерберг, который успел перепробовать себя в самых разных жанрах Схватить каннскую ветку и Оскаров Отказаться от кино Уйти в тени, вернуться при помощи телевидения Опробовал впервые свои силы на этих малых экранах Пару лет назад, сняв односерийную драму под названием «За канделябрами» По заказу HBO Вернув таким образом несколько померкший статус суперзвезды Стареющему Майклу Дугласу К медицинской теме он вообще не впервые прикасается Но ни в заразе, ни в побочном эффекте Не было той степени натурализма, который присутствует здесь в сериале «Ник» Рассказывая историю об отцах современной хирургии Которые научили мир переливать кровь Вырезать опухоль из груди Придумали кокаиновую анестезию И в конце концов резиновые перчатки Содерберг снабжает свое повествование таким цинизмом и таким натурализмом, что режет глаза Скальпель сечет человеческую плоть под электронную музыку Клиффа Мартинеса Который писал о своей мелодии еще для трафика и драйва Содерберг сам вначале предупредил, что в каждую серию своего сериала Он вставит обязательно хотя бы одну радикальную, очень жесткую сцену От которой будут ворочать глаза и прятать взгляды даже зрители с самыми стойкими, практически железными нервами Если целью была показать всем вашу современность То убитые сестры и пылающие пациенты могут слегка подпортить впечатление Что говорить, даже у актеров на съемках В общем, случались нервные срывы от вида операций многочисленных ампутаций Которые происходят на экране Несмотря на то, что каждый из них понимал, что тела на экране силиконовая, а кровь не настоящая Именно степень убедительности – одно из главных достоинств сериала Ник Ну, естественно, режиссерское мастерство Все-таки никто в Голливуде, в современном Голливуде, не владеет так формой кино, как ей владеет Стивен Содерберг Пульса нет Что ж, по меньшей мере для нас это было информативно То, что Никербокер продлили еще до выхода сразу на второй сезон, говорит о том, что HBO абсолютно уверена в том, что делает Стивен Содерберг И видит в этом определенного рода успех в будущем не только для себя, но и для детища, которую они сделали вместе с таким талантливым голливудским режиссером Вышедший практически одновременно с Ником, сериал «Манхэттен» поневоле оказался в тени фильма Стивена Содерберга И вроде бы здесь тоже ретродрама, и вроде бы довольно красивая Только про пионеров, разработчиков первой атомной бомбы, которые живут в специальном гетто для ученых, созданном где-то в американской пустыне Вы создаете атомную бомбу? Это такой закрытый город Горький или Семипалатинск, только в американском формате Еще идет война, люди трудятся для того, чтобы с этой войной справиться побыстрее при помощи всякого рода технических инноваций Ученые метутся между чувством долга, призванием и морально-нравственными нормами, которые противоречат, собственно, их творению самой бомбе Наша работа настолько секретна, что даже вице-президент не знает о нашем существовании Вас могут отдать под трибунал только за то, что вы открыли эту папку И у героев, и у зрителя возникает чувство клаустрофобии от какого-то постоянного нахождения в этом замкнутом пространстве Сознательные граждане должны немедленно сообщать о подозрительной деятельности в отдел безопасности Вообще, фильм о свободных людях в очень несвободных обстоятельствах, которые оказываются там, благодаря тому, что профессия для них становится и призванием, и проклятием одновременно Мягкий, цветной, как открытка, Манхэттен хорош, но в меру, особенно на фоне вышедшего Ника А что вот насчет следующей войны? Что будет, когда это будет у Сталина? У Китая? Иранского шаха? И это на сегодня все Уже через неделю мы поговорим Вот целиком этому посвятим все отпущенное время телесети О страшно крутом сериале под названием Гамора Итальянском телевизионном продукте Который впервые, кажется, со времен Спрута Снес всем головы В буквальном смысле Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова